Привет друзья! Сегодня поговорим об актерах, которые сыграли главные роли в телесериале «Закрытая школа» и увидим, как изменилась их жизнь после съемок сериала. А начнем мы наш обзор с Антона Хабарова. Антон Хабаров – звезда многих рейтинговых российских сериалов, который прославился после выхода на экраны остросюжетного сериала «Братаны» и нашумевшего мистического проекта «Закрытая школа». Ключевых персонажей Антон Хабаров сыграл в проектах «Неформат», «Серьезные отношения», «Две зимы» и «Три лета». Но самым громким и рейтинговым оказался психологический триллер с элементами мистики «Закрытая школа», в котором Антон Хабаров сыграл директора школы, человека замкнутого и таинственного. Артисту понравилось работать на проекте, где его создатели собрали созвездия молодых коллег и всем известных актеров с опытом. По словам Хабарова, наиболее сильные впечатления он получил от работы с Татьяной Васильевой, к сценам с которой готовился особенно тщательно. В 2011 году телезрители с удовольствием посмотрели премьеру драматического сериала с элементами фэнтези «Мишень». В этот период имя молодого артиста уже настолько известно зрителям, что его, как состоявшуюся звезду, приглашает принять участие в популярном проекте «Танцы со звездами». Антон Хабаров в паре с Екатериной Трофимовой были любимцами зрителей, вызвав бурю эмоций, страстным танго, зажигательной чечеткой и чувственной самбой. Пара заняла четвертое место. Примечательно, что зрители отметили удивительное внешнее сходство Хабарова с Сергеем Лазаревым, но артисты не имеют родственных связей и лишь отдаленно знакомы. 2013 год примечателен для актера переходом на подмостки Московского губернского театра. Антон Хабаров принял приглашение и был зачислен в труппу. На этой сцене он дебютировал в спектакле «Нашла коса на камень». В 2015 году актеру снова повезло с работой в кино. Он сыграл яркую роль в детективе по произведению Татьяны Устиновой «Хроники гнусных времен». Антон Хабаров перевоплотился в предпринимателя Кирилла, который помогает любимой девушке найти убийцу ее бабушки. В последние годы актер невероятно востребован и постоянно занят на съемочной площадке и на театральной сцене. Он продолжает играть на подмостках губернского театра и занят в кинопроектах, которые, несомненно, укрепят его звездный статус. В 2016 году Антон Хабаров начал сниматься в криминальном сериале «Мурка». Долгожданная премьера этой замечательной ленты состоялась в марте 2017 года и мгновенно стала событием года. Еще одна лента, в которой снялся актер – это 32-серийная детективная мелодрама «Новая жизнь», в которой Антон Хабаров снова появился в ключевой роли. Будущую супругу Елену Антон Хабаров заприметил еще на первых курсах щепки. Но за любовь к красавице, за которой ухаживали многие однокурсники, пришлось побороться. У Лены был парень. Хабарову пришлось прибегнуть к хитрости. Сначала он стал девушке-хорошим другом, с которым она делилась секретами своей личной жизни. Незаметно отношения переросли в нечто большее, и пара начала жить вместе. Спустя пять лет в 2007 году актеры узаконили свои отношения. Их первенец Влад появился на свет в том же году. С рождением второго ребенка супруги не затягивали. Спустя три года у них уже подрастало двое детей. У Влада появилась сестренка Алина. Сейчас актеру 36 лет. Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. В сериале «Закрытая школа» Татьяна Васильева сыграла роль заместителя директора по хозяйственной части Галину Васильевну Смирнову. Актриса на данный момент снялась в около сотни кинолент. Одни из последних популярных картин с участием Васильевой стали кинострочки «Попса из матовой удочки» 2005 года, 2006 «Иван Подушкин, джентльмен Циско», «Трое сверху», «Виртуальный роман», 2007 «В ожидании чуда», 2008 «Все могут короли, тариф новогодний», 2012 «С новым годом мамы» и другие. Также в этот период актриса начала активно сниматься и в телесериалах. Ее можно увидеть в эпизодах сериалов «Сваты 6», «Гуманоиды в Королеве», «Земский доктор», «Закрытая школа» и «Личная жизнь доктора Селивановой». Также актриса активно работает в театре. Со своим первым супругом, актером Анатолием Васильевым, Татьяна познакомилась в самом начале своей карьеры. После свадьбы, которую исправляли в брянском народном стиле, она взяла фамилию мужа. В 1983 году в театре «Сатиры» у Татьяны Васильевой завязался роман с актером Георгием Мартиросяном, с которым они вместе играли в спектакле «Гнездо глухаря». Она разводится с супругом и сразу же выходит замуж за нового избранника. От второго мужа Георгия Мартиросяна Васильева родила дочь Елизавету. С Мартиросяном актриса прожила почти 13 лет, но в 1995 году официально развелась, так как не видела смысла продолжать отношения, в которых не ощущала себя счастливой. В дальнейшем Татьяна Васильева замуж не выходила, а свободное время проводит в обществе трех замечательных внуков. Сейчас актрисе 70 лет. «Я в курсе вашей ситуации. Правила одинаковые для всех. Надо привыкать». Ксения Энтелис – российская актриса театра и кино. Найбольшую популярность ей принесли многосерийные ленты «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», где она сыграла Светлану Юрьевну Щукину. И «Закрытая школа» исполнила роль Елены Крыловой. Одни из последних ее работ в кино – это сериалы. «Полоса отчуждения» 2014-го, где актриса сыграла Зою. 2015-го года «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» и сериал того же 2015-го года «Фамильные ценности». В 2016-м году актриса снялась в сериале «Провокатор». Первый раз Ксения Энтелис вышла замуж сразу после окончания школы. Сама актриса признается, что тогда ей просто хотелось быть взрослее и отношения с мужем были юношескими. Через четыре года они расстались. Со своим будущим вторым мужем – музыкантом группы «Арак» с Александром – Ксения познакомилась в Ленкоме. Они очень скоро поняли, что созданы друг для друга. Ксения рассказывает, что у нас невероятное взаимопонимание. И теперь у нас растет замечательный сын Максим. Сейчас актрисе 46 лет. Павел Прилучный – российский актер театра и кино. Известность актеру принесла главная роль остросюжетной картины на игре. В фильме Павла Санаева Прилучный исполнил роль крутого игрока «Дока». На игре не единственный успешный кинопроект с участием актера. В 2011 году на экранах презентовали многосерийную премьеру «Закрытая школа». Герой Павла – 16-летний сын состоятельного отца. Под внешней избалованностью кроется чувственная ранимая душа. В компании близких одноклассников персонаж Павла расследует цепочку таинственных и жутких происшествий. Работая в съемках сериала «Закрытая школа» актер успел появиться и в других проектах. Он снимался в детективном сериале «Метод Лавровой», криминальном телесериале «Жизнь и приключения Миши Япончика», «Боевике геймеры», продолжившем историю картины на игре. Только поутихли восторженные отзывы о роли Павла Прилучного в сериале «Закрытая школа», как актера приглашают на главную роль в детективно-криминальном сериале «Мажор». Сериал с Павлом Прилучным попал в десятку лучших, а самого актера назвали открытием 2014 года. Характерные роли актеру по душе. Он признается, что играть антигероев интереснее и веселее. Прекрасно показать себя в комедийном амплуа Прилучному удалось в ленте Килиманджаро, съемки которой завершились в конце 2016 года. Последние кинострочки с участием актера – телесериал «Мажор 2» 2016 года и сериал «Витя в законе» того же 2016 года. Также актер работает и в театре, а с 2017 ведущий развлекательного шоу «Короли фанеры» на Первом канале. Что касается личной жизни, то в 2009 году в ряде СМИ была опубликована информация о близких отношениях Павла Прилучного с голливудской актрисой Ники Рид. Причиной пристального внимания прессы стали фотографии, на которых четко просматривается татуировка Прилучной на запястье актрисы. К октябрю 2011 года татуировка исчезла. На съемках телесериала «Закрытая школа» Павел познакомился с актрисой и моделью Агатой Муцениеце. В августе 2011 года пара тайно поженилась в одном из московских ЗАГСов. 11 января 2013 года у них родился сын Тимофей, а 3 марта 2016 у пары появилась дочь Мия. Сейчас актеру 29 лет. Алексей Коряков в сериале «Закрытая школа» сыграл роль Андрея Александровича Авдеева. Вместе с Павлом Прилучным, Агатой Муцениеце, Татьяной Космачевой и Игорем Юртаевым создал образ старшеклассников, борющихся против настоящей фашистской мафии. Позднее Алексей участвовал в романтической истории «Москва не Москва» комедии «Как завести женщину» драме «Провинциалка». Также Коряков снялся в социальной мелодраме «Нелегкое счастье», в котором снимается вместе со звездой белорусского кино Оксаной Лесной и начинающей актрисой Дарьей Парменковой. Последний фильм на данный момент, в котором участвовал актер, это лента 2017 года «Преступление». Когда Алексей Коряков начал сниматься в кино и появляться на телевизионных экранах, у него возникла целая армия горячих поклонниц, которые мечтали с ним познакомиться. Но молодой человек всегда оставался верен своей возлюбленной, которую зовут Наталья. С Наташей актер встречался много лет, а в декабре 2012 года они оформили свои отношения официально, сыграв красивую свадьбу. Сейчас актеру 29 лет. Агата Муцениеце – прилучная. Латвийская и российская актриса и модель. Первая популярность обрушилась на актрису, делающую свои первые шаги в кинематографе, вместе с ролью Даши Старковой в известном телевизионном мистическом проекте «Закрытая школа». В 2011 году Агата Муцениеце приняла участие в съемках шестиминутного эпизода фильма «Моя безумная семья». В том же году ей предложили второстепенную роль в киноленте «Роман с кокаином», от которой актриса тоже не отказалась. Весной 2014 года «Рижская звездочка» снялась в главной роли проекта «Тайный город». Фильм вышел весной того же года на канале РЕН-ТВ. Сериал снят по одноименному циклу произведений писателя Вадима Панова. Здесь Агата Муцениеце снялась вместе с Павлом Прилучным, который на тот момент уже был ее мужем. Карьера Агаты Муцениеце после выхода «Закрытой школы и тайного города» стремительно развивается. В 2015 году «Рижанки» предложили сыграть одну из главных ролей в приключенческом триллере «Квест». Весной 2016 года Агата Муцениеце порадовала своих поклонников новым проектом «Я знаю твои секреты». Она сыграла здесь ключевую роль Нины Лучниковой «Верификатора лжи». В том же 2016 году вышло продолжение полюбившегося телезрителям третьего сезона проекта «Тайный город», в котором зрители снова увидели Агату Муцениеце. Этот год оказался для артистки щедрым на главные роли. Рижанка получила предложение сыграть героиню молодежного сериала «Гражданский брак». Агата Муцениеце появилась здесь в тандеме с Денисом Кукаяко, которого зрители знают по фильму «Реальные пацаны». Фильм «Закрытая школа» стал не только первым успешным проектом Агаты Муцениеце. Он принес большие перемены в ее личную жизнь. Во время съемок этого рейтингового телесериала Агата встретила Павла Прилучного. Как было упомянуто ранее, вскоре между ними вспыхнули взаимные чувства. Павлу удалось увезти любимую фактически из-под венца. Дело в том, что еще в студенческие годы Муцениеце начала встречаться с однокурсником и танцором из команды Димы Билана – Артемом Алексеевым. Сейчас актрисе 28 лет. Татьяна Космачева, российская актриса театра и кино, запомнилась телезрителям участием в сериалах «Провинциалка» и «Закрытая школа». В закрытой школе Татьяне Космачевой досталась роль 16-летней Виктории Кузнецовой, лучшей подруги Даши Старковой. Актриса сыграла целеустремленную девочку из небогатой семьи, которая собственными стараниями попала в элитную школу. С тех пор Татьяна стала звездой российского кинематографа. Космачеву начали узнавать на улице, просили автографы, брали интервью, приглашали на телевидение и предлагали роли в кино. Помимо четырех сезонов «Закрытой школы», актрису можно увидеть и в других фильмах. В дальнейшем она играет роли в комедиях «Мамы» и «Легок на помине», а также в сериалах «Корабль» и «Сестра моя любовь». Вскоре зрители увидели короткометражный фильм «The Woods», где Татьяна сыграла главную роль. Партнером в этой психологической драме стал Даниэль Уотт. По сценарию отношения супругов дают трещину, когда сын влюбленной пары убивает незнакомую девочку недалеко от их дома. В дальнейшем на экраны вышел сериал «И шарик вернется», где актриса играет одну из школьных подруг с непростой судьбой. Зрителям многосерийный фильм понравился. Многие с интересом наблюдают за развитием событий и восхищаются игрой Татьяны Космачевой. Получила Татьяна и главную роль в сериале «Скалолазка». По сценарию главной героине предстоит пережить предательство родных и близких людей, пройти череду разочарований. Сначала съемки кинокартины проходили на Кавказе, а позже группа перебралась в Москву. По признанию актрисы, ее личная жизнь – друзья и родные люди. Тем не менее, во время съемок закрытой школы Татьяне приписывали романы с партнерами по сериалу. Сначала девушка якобы встречалась с Павлом Прилучным, а затем актрису видели в паре с Игорем Юртаевым и Алексеем Коряковым. Сама женщина опровергла подобные слухи. В 2013 году девушка обмолвилась об отношениях с итальянцем, а представители СМИ сразу же предположили, что таинственный европеец станет ее мужем. Но этого не случилось. Сейчас актрисе 32 года. Игорь Юртаев, российский актер, известен благодаря роли Ромы Павленко в сериале «Закрытая школа». После съемок в сериале у актера появились фанаты. У него брали интервью и приглашали участвовать в ток-шоу и других телевизионных проектах. До съемок в закрытой школе актер был замечен в сериале «Кадеты», на шумевшей киноленте «Сволочи», а также в сериале «Взрослая жизнь» Полины Субботиной. Сегодня Игорь Юртаев продолжает работать в кино. Правда, повторить успех закрытой школы ему пока не удается. Режиссеры предлагают небольшие, но разноплановые роли. Он снимался в картине «Елена». Этот фильм показывали на Каннском кинофестивале. Также были роли в сериалах «Хозяйка моей судьбы» и «Особенности национальной маршрутки». О личной жизни молодой актер не говорит. Игорь – открытый и позитивный человек. Он доброжелателен к своим поклонникам, с удовольствием общается с ними, отвечает на интересующие вопросы. О себе актер говорит, что он авантюрист, к тому же легкий на подъем. Ему ничего не стоит улететь в Киев или Париж, если есть настроение. Сейчас актеру 28 лет. Идите прям так, в пижамах. Да нет, зачем? Идите без пижам. Андрей Негинский – российский актер и дизайнер. Он снялся в некоторых рекламных роликах компаний «Билайн», «Мегафон», «Эльдорадо», «Нестле», «Трансауэро» и «МТС». Стал известен благодаря роли Артема Калинина в сериале «Закрытая школа» на СТС. До 2010 года работал графическим дизайнером. С 2009 актер театра «Бу», театра студии, созданной при музее «Булгаковский дом». Театральные работы, в которых принимал участие актер – это «Мастер и Маргарита», «Прощание в июне. 20 минут с ангелом». Является участником творческого объединения «Киноартель» и солистом музыкальной группы «Золушка». Последние его работы в кино – это лента 2012 года «Защита периметра» и 2013-го «Спроси меня». О личной жизни актера ничего не известно. Сейчас ему 27 лет. Анна Андрусенко. После «Закрытой школы» знаковым для актрисы стал сериал «Ангел или демон». В мистической ленте она исполнила роль Маши Авериной. По сюжету душа, как у ее героини, появляется на Земле раз в столетие и таит в себе силу, способную изменить баланс в пользу одной из противоборствующих сторон. Это незаметно для окружающих, но прекрасно известно демонам и ангелам, которые начинают борьбу за ее невинную душу. Также снялась в сериалах «Мажор» 2014 года, «Деревенский роман» 2015 и «Беглые родственники» 2016 года. В фильмах «Матрешка» 2016 и «Грааль» 2017 года. Актриса работает и в театре. В 2013 году исполнила ведущую роль в театральной пьесе «С любимыми не расставайтесь». Личная жизнь Анны Андрусенко окутана тайной. Актриса никогда не рассказывает журналистам подробностей своей приватной жизни, поэтому последним приходится лишь догадываться о них и строить предположения. Некоторое время имя Анны Андрусенко связывали с именем ее коллеги Кирилла Запорожского, с которым она снималась в одном из проектов, но сама девушка не подтвердила и не опровергла слухов. На данный момент Анна не замужем и сейчас ей 27 лет. Андрюш, позвони маме с папой, пусть они приедут. Габриэла Бровина, маленькая звездочка СТС. Несмотря на то, что юной актрисе всего 14 лет, в ее активе участие более чем в 30 различных проектах. Девочка учится в школе с театральным уклоном и параллельно снимается в различных проектах. После закрытой школы Габриэла сыграла одну из главных ролей в сериале Последний из магикян на телеканале СТС. Я вообще-то сначала хотела балетом заниматься, а потом подумала и решила стать актрисой. Мне нравится сниматься в кино, потому что я проживаю не только свою жизнь, но и множество других. Это очень весело. Я не представляю своей жизни без съемок. Из последних проектов, в которых Габриэла Бровина снялась в заметных ролях, можно назвать фильмы «Переводчик» и «Завтрак у папы». Габи обожает животных. У нее имеется два домашних питомца – йоркширский терьер по кличке Диди и крошечный мини-йорк Рита. А еще Габриэла собирает коллекцию фарфоровых кукол и любит путешествовать в свободное от съемок время. Сейчас актрисе 14 лет. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы новый зритель, то подписывайтесь и жмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления о новом видео на своей главной странице. Всем успехов!